Фильмы 1938 года не советские. Вышла вторая экранизация 13 стульев, они почему-то все были иностранные в 30-е. Первая была там про поляка и про чеха, довольно смешная, кажется, про неё рассказывал уже. Вот 1938 года 13 стульев это немецкие. Тоже всё полностью перенеслось на... Даже австрийские, венская киностудия снимала. Перенесли полностью, значит, капиталистическое общество, где, кстати, более всё логично. Поиски сокровищ, стульев и всё такое. В Вене там всё тоже мелкий предприниматель, основной герой, владелец парикмахерской и какой-то мошенник, который вместе с ним, значит, ищет 100 тысяч марок. Ну и тоже деньги там достаются в данном случае сиротскому приюту. То есть потрачены на благотворительность, как обычно, во всех таких переделках. Но всё-таки решили создатели героев, так сказать, вознаградить. Они там открывают какое-то средство от роста волос и, наконец, становятся богатыми. То есть вот этот вся советский весь смысл, что в деньгах толку нет, он, конечно, полностью уничтожен. Осталась авантюрная вся эта история. Поскольку в австрийском, в общем-то, конечно, там в деньгах толк есть. И даже, более того, в конце героям дали всё-таки денег. «Ангелы с грязными лицами» Довольно известная гангстерская драма. Её надо чисто для истории упомянуть, хотя мне она не нравится. Но там два друга детства. Один стал священником, другой гангстером. И как бы весь фильм идёт их такая дуэль. Ну, в конце, конечно, гангстера убивают. Потому что должно же зло караться в американском фильме. Часто его цитируют. Считается, что операторский хороший. Но в целом, вот типовое для гангстерских фильмов Голливуда 30-х. Поэтому особенно тут нечего даже проанализировать. «Большой вальс» 1938 года. Довольно интересная. Это биография Штрауса. Американский фильм, на самом деле. С большим количеством всяческой музыки. В том числе музыки Штрауса, в основном, конечно. И довольно сильно было популярно почему-то в СССР. Возможно, потому что там популяризировали классическую музыку. Тут как бы про Штрауса, про оперу. Всё так интересно поставлено. Поэтому крутили довольно много. В «Совке». Сталин, видимо, любил по каким-то причинам именно этот фильм. В общем, в СССР очень много там постоянно ставили в кинотеатрах. Сталин смотрел несколько десятков раз этот фильм. Ну, сейчас обсуждают в основном роль музыки в фильме. Потому что музыкальный фильм. Насколько она органична. Также довольно много обсуждают то, что это нереалистично. Ну, почти все фильмы 30-х были нереалистичны. То есть там процесс создания музыки композиторами, естественно, показан не так, как он реально существует. Многие события не соответствуют истории и так далее. Но в 30-е они снимали именно для кинотеатров. И они не планировали в исторических фильмах реализовывать какую-то историю. Это требование немножко позже появилось. Да и то и до сих пор. Как вот исторический фильм посмотришь, хоть российский, хоть американский. Половина какая-то чушь. «Пигмалион» сделали кино. Но экранизация 38-го года, она интересна тем, что контролировал сам шоу. И именно от экранизации 38-го года происходит известный мюзикл «Моя прекрасная леди», который в 64-м году тоже кинофильм сняли. И в основном сейчас «Пигмалион» известен именно по вот этой обработке. То есть по фильму, из которого сделали мюзикл. Что довольно, на самом деле, далеко от оригинала. Оригинал больше по объему. Сложнее. Там была пьеса для театра. Ну и, видимо, я отдельно про оригинал сегодня сделаю, потому что по 22-му году, по 21-му тоже какие-то надо там итоговые. И «Пигмалион» куда-то туда относится. Но в данном случае шоу, да, который считал, что плохо его для кино переделывать, сам тут все взял под свой контроль. Поэтому он проверял, какой там сделали сценарий и так далее. Поэтому тут можно сказать, что сократили, конечно, сильно, но сократили под руководством автора. Поэтому эта корренизация такая одна из базовых для «Пигмалиона». «Пигмалион». «Пигмалиона». «Пигмалион».